Хочешь быть в курсе последних новостей туризма? Подписывайся на наш канал и ты будешь всегда знать, что происходит в отелях, что нового, что изменилось. Этот канал для вас. День осмотра Львова. Сегодня нас радует погода, светит солнце. Вчера шел дождь. Такие улочки. Грусчатка. Очень красиво. Памятник Тарасу Шевченке. Это памятник Адаму Сеевичу. На Украине есть сеть быстрого питания ресторанов. Узата хата. Вот можете искать такую вывеску. Здесь можно недорого и вкусно покушать. Это все проспект Тараса Шевченке. Здесь много маленьких магазинов, кафе, ресторанов. Сейчас пойдем туда внутрь. Не знаю, что это. Сейчас почитаю, скажу вам. Это то, что мы сейчас видим. Собор по крови Святой Богородицы. Три колокола. Гуляя по неприметной улочке, на такое красивое здание вышел. Вот такая брусчатка. Практически по всему Львову. Вот такие дома интересные. Викинг Туристик. Отдых покупают на viking.by Хотелось показать вам небольшую такую площадь и вокруг дома. Очень красиво. Очень колорит. По городу стоят информационные тумбы, на которых вы можете сориентироваться, где вы находитесь. И какие достопримечательности есть рядом. Вот мы находимся здесь. Красивое здание, которое мы видели, это был национальный музей. Вот он. Это рынок. Гуляя за брелку. Здесь можно подешевле купить фрукты, овощи, вещи. Вот видите, какой он большой. Здесь есть отдел колбас, мясных, сала. Рынок находится на пересечении улиц Руставеля и Волоська. Улица с красивыми домами. И она ведет в парк. Очень колоритный дом. Выделяется на фоне остальных. Темный камень. Вот он, парк начинается. Сейчас посмотрим, что здесь есть. Парк называется Строительский парк. Здесь есть озеро. Оранжерея, памятники, каскад. Сейчас все посмотрим. Искусственное озеро. Лебеди, гуси. Уточки. Озеро с высоты птичьего полета. Здесь такой паскад для воды, но воды нету. Есть оранжерея. Растет пару деревьев там. Не так много. Памятник Яну Керенскому. Смотрите, как красиво листья падают. Парк большой. Очень много холмов. Подниматься можно наверх. Есть ступеньки, дорожки. Пришли к перекрестку. Направо, прямо, налево. Как в сказке. Направо пойдешь, коня потеряешь. Прямо голову налево. Сам не знаю что. Это памятник Кривовскому футболу. Такой домик из сказки. Несуразный такой. Узкий. Высокий. А здесь тоже. Шпиль. Сказочные домики. Украинская греко-ритарическая церковь. Если вы хотите посетить Львов самостоятельно, то вы можете это сделать или на автобусе из Минска, или на поезде. Стоимость билетов примерно сопоставима туда-обратно 65-70 долларов. Проживание 3 ночи в общем номере от 23 долларов стоит. Двухместный номер от 36 долларов. Если вы захотите заказать гида, то гид приблизительно от 3 долларов. Если вы хотите заказать экскурсионную программу во Львов из Минска, цены начинаются от 70 долларов с человека. Можно заказать отдельно пакет проезд 30 долларов. 75 долларов проезд и проживание. 95 долларов это проезд, проживание, экскурсионная программа. Что входит в пакет? Проезд включен. Проезд автобусом и услуги сопровождающего. Пакет проезд и проживание включен в проезд. Два ночлега в отеле во Львове. Два завтрака. Услуги сопровождающего. И туры с экскурсией включают проезд. Два ночлега во Львове. Три завтрака. Экскурсионное обслуживание по программе. Без стоимости входных билетов. Если вы хотите заказать данные пакеты у нас, вы можете это сделать связавшись с нашими менеджерами. Сайт viking.by Музей Ивана Франко. Все это находится на улице Ивана Франко. Пожарная вышка. Деревянная церковь. Национальный музей Академии Сухопутных войск. Здесь есть оружие, пушки, ракеты, системы залпового огня. Видим танки, БТР. Это парк Богдана Хмельницкого. Он находится рядом с Троицким парком через дорогу. Центральный вход. Памятник Богдана Хмельницкого. Администрация. Кленовая аллея. Есть такая игровая зона. Белки тоже бегают. Памятник Богдана Хмельницкого. В парке бесплатно показывают кино. Здесь снимают и мушкетера, да? Памятник Богдана Хмельницкого. Настя. Это на футболе. Так делают львовский кофе. Вот так вот делают кофе во Львове. Жестяк. Магазин Львовського шоколада. Або тебе, ну, хлопці вперважно надіваються до перца до гуна, або поливають воском. В шесть и девять вечера дракон огонь. Пять этажей вот таких ступенек. И мы на львовской крыше. И вот занеслось у Запорожье. Надо попасть монеткой в шахте. Лезем в трубу и бросаем монету, чтобы желание устроило. Вот так вот. Залазим в трубу. Вот такой здесь вид. Надо попасть в эту шапку. Ну что, попробуем попасть? Мимо. Математические залы. Четыре этажа. Вот люди кушают клетки. Тоже зарачили. Типа, бачите? Ага. Так. Это часть крепостной сцены, да? То, что с той стороны? Да, да. Тут, короче, арсенал. Оружие. Ресторан «Мясо или справедливость?» Пыточная. Здесь готовят мясо на огне и устраивают шоу. Растягивают на дыбе, отрубают руки, головы, загоняют в тюрьму, подвал запускают. Если catalisia зачем ловит ему stimulus, вы Yeah! А Carranzaр, Жарана и правильная кольца его для Музыня гуравления ombrogiots. Вот tekrar! Четыре мы на покупку и рады. Да, приезжальная кольца. Зимой и летом выступают группы, всякие сноу проходят. Вот мы видим, что сегодня одна только играет. Красивая подсветка, красиво смотрит с опера ночью. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Лосинок Евгений. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok